здравствуйте дорогие друзья здравствуйте другие подруги а также мои дорогие зарубежные подписчики здрасте вам тоже сегодня прийти в опаской одного золинген 5 восьмых вогнутость 1 2 высококлассная углеродистая сталь не знаю почему тянул весь день вот дотянуло уже темно на дворе и вот только-только собрался соседи проснулись тут бегают чирикают надеюсь они нам не помешают кто-то спросит а если ты такой мандражирующий то чего нафиг ты и бреешься ребят не знаю как объяснить не знаю есть какое-то притяжение какая-то аура вот опаска это опаска но хочется и побриться понимаете хочется научиться и бриться за что мужики любят ножи холодное оружие за что любят стволы огнестрел но ведь собирают живет хочется хочется в руку его взять хочется на курок нажать куда-то там пальнуть хочется подержать посмотреть подруга пощупать и побриться тоже парни хочется а тут получается так что опасная бритва рф 27 числа то есть завтра у видео выйдет 27 то есть именно сегодня вам туда надо сходить ребята зачем вам туда надо сходить вас опасная бритва рф затеяла какое-то мероприятие победителю которого достанется именно до золинген именно вот такая бритва ну вот баннер посмотрите сами все тонкости что там куда к чему как я вот это вот всего не знаю я туда не заходил еще не смотрел вы же можете зайти если условия этого конкурса или розыгрыша или что там еще я не знаю окажется для вас не снизили не шибко обременительными принять в этом участие и глядишь вам и обломится вот такая штука а когда вы возьмете в руки и потом мне расскажете а зачем вам это надо я думаю что ваше объяснение не шибко то будет отличаться от моего так ну ладно не буду я вам зубы заговаривать вы идите на крупный план смотрите там что да как а этот потихонечку вам андражировать господи подготавливаться начну вот она красоточка ребята любезно предоставленная опасная бритва рф пришла вот такой вот пластиковой коробочке со всеми обозначениями до золинген в джермании вот это вот сведыш стил халлаф граунд шведская стали вот халлаф граунд парни не могу перевести подскажите в комментариях что вот это вот все означает с этой стороны еще конечно же вот такая вот наклеечка есть пластиковая коробка тоже здесь стеснение помимо всего этого обязательно еще пришла приходит вот такая памятка и он счет покрупнее сделаю чтобы могли посмотреть все полностью кому интересно на стоп поставьте здесь все необходимые первичные знания на тот случай если вы опасную бритву взяли первый раз в руки если вы опасные бритвы покупаете бритву то придет именно вот с такой вот памяткой здесь как вывести бритвы из консервации как с ней поступать как очистить всувать не сувать горячую воду правка бритвы какие ремни лучше подходят для бритвы как проводить по ремню во время правки как держать бритва бушком куда вести куда не qr-код шарин клаба и самой опасной бритвы рф ну короче вся первичная информация которая вас не бросит не оставит если даже вы не умеете пользоваться интернетом и гуглом то здесь у вас уже какая-то информация будет плюс еще будет талон на одну бесплатную заточку то есть покупая бритву в опасной бритвы рф вы покупаете уже заточенную бритву я уже говорил и повторю еще раз эта бритва была заточена мастером то есть не просто так взяла опасная бритва рф и прислала это лезвие они все их проверяют если какая-то заточкой их не устраивает не удовлетворяет они ее или отсылают обратно или отдают мастеру на заточку ну вот как мне так вот объяснили открываем ну конечно же я это уже делал так как я из консервации снимал промывал в мыльном растворе здесь вот эта вот бумажка я думаю к опасной бритве рф она никакого отношения не имеет это прямо оттуда из восточной германии показано чем эта компания занимается щипчики ножницы опасные бритвы и здесь то же самое ничего на русском все на немецком и на английском по моему тоже бумажку не буду вытаскивать она для бритвы там как уплотнение идет и вот она сама красотка ребята пластиковый корпус здесь вот такие заклепочки стоят материал изготовления углеродистая сталь высококачественная как уверяют берем за хвостик открываем вот так наверное будет удобно класть на стол вот таким макаром или на любую твердую поверхность не рекомендует только закрываете потом кладете дабы не повредить лезвие размер бритвы 5 8 восьмых инч в ширину вогнутость 1 2 так как наверно покрупнее сейчас постараюсь сделать название бритвы компания-изготовитель все здесь указано про вогнутость именно вот это говорится ведь с этой стороны уже никаких надписей ничего нет но сегодня работа с ремнем наверно парня не буду демонстрировать у самого так вот все суть всех аннотаций сводится к тому что плашмя кладете на ремень не давить ни в коем случае и двигать все время только обушком вверх потом когда дошли до конечной стороны через обушок переворачиваете и двигаете в другую сторону опять обушком вперед так проводить 20-30 раз я это уже сделал потом если захотите на камеру с ним но не сегодня парни что-то я чувствую несостояние так закрываем нашу красотку и переходим к следующему экспонату следующий участник тоже представлен опасной бритвой рф и без него сами понимаете никак это я вот уже распаковал аккуратненько так заклеивать чтобы вы могли оценить как эта штука к вам придет это ремень ребята односторонний для правки кожи размеры 330 на 45 миллиметров но не совсем это верно потому что я уже замерил здесь 46 миллиметров все равно не выбивается потому что по заверениям золинген самый лучший ремень для новичков это вообще наверное в принципе это 45 47 миллиметров вот такой вот здесь вот ремень вот он и есть 46 миллиметров с одной стороны кольцо вращающиеся чтобы вам удобно было где-то за крючок цеплять и дабы держать было удобнее здесь же до вас золинген все это прошито аккуратненько с этой стороны вот такая удобная ручка чтобы держаться односторонний ремень чем это обусловлено я покажу после того как сняли бумагу здесь еще добавляется одна надпись это прямо риндлер риндлер что-то там дэлер какой-то вот это я не понял слово germany односторонне потому что одна сторона рабочая вторая ребята просто вот такая вот грубая на ней вообще ничего не надо делать но это не для бритвы я не знаю и не для ножа наверное это вообще просто основа какая-то почему такие размеры 46 на 330 чтобы натянуть и не было деформации чтобы у вас меньше соблазна было завалить кромку бритвы ребят ну вот кожа коровья яловая и насколько я знаю вот в свое время гуглил в этой теме на ганзе так пошертил маленько вот животных вот для таких ремней выбирают блин ну наверно даже покруче чем космонавтов отсеивают потому что животные тоже тоже люди тоже болеют и бывает там что-то в коже какие-то там отверстия какие-то повреждения раковины короче все это отсеивается убирается и только супер-пупер вот для таких ремней и берется из этого супер-пупера делаются вот тут вот такие вот уже ремни из нас на такие кто у нас в этом покруче меня разбирается ребят подскажите пожалуйста дополнительную информацию как вот это вот все делается ну честно сказать мне вот ремень внешне и вообще вот так вот на тактильном уровне но очень понравился прям и кожей пахнет хорошо я люблю когда пахнет кожей все пошли дальше пришлем у нас сегодня будет работать ребята мыло до у рада предоставленная гифтен кэром то что в нем полно глицерина с принципе ты сам знал это его писание есть и по внешнему виду это можно было бы понять если бы не вы я бы так мимо этого факта и прошел но только после вашего комментария я мысль то включил принципе все косметические средства от мыла пришли вы они с повышенным содержанием глицерина в противовес от обычного в обычном гораздо меньше глицерин для кожи во время бритья наши все и вот пацаны в комментарии сказали вадим да ты чё это же супер-пупер для пришива возьми маленечко так кисточкой на лицо и после этого любой крем любое мыло тебе будет 28 раз круче и 28 раз лучше это не значит только это мыло на это способно нет любое мыло с повышенным содержанием глицерина но тем не менее очень благодарен момент гифтен кэр что они прислали это на попробовать и сегодня будем пробовать именно с этим мылом повышенного глицерина делать пришей ну а основное мыло у нас сегодня будет ребята витас зеленый от алексея рогового снова черкеска первый раз когда от него предметы показывал я его поселил в москве оказывается нет он живет на черкеске ну я думаю если он жил в москве он бы не удивился ну смысле как обрадовался но тем не менее пока он до москвы еще не это да и неизвестно хочет ли в москву вот зеленый потому что приходит зеленой упаковки как говорит алексей вот сегодня его и попробуем запах ребята просто супер просто супер это не цело цело как-то знаете маленечко с термоядом здесь поспокойнее но тем не менее как-то знаете вот мне кажется что вот этот запах мне больше понравится но забегать вперед не буду попробуем побриться с этим мылом а по москвам у нас будет сегодня ребята синтетика от яйки как вы просили полосатика желтого с ручкой тоже просили но парни я обещал что будет желтой с ручки но сильно тапками не кидайте потому что за полосатиков уж много людей попросила ну и я вот так вот пошел на нарушение вот могу уже не буду обещать раз нарушил просто скажу что на следующий обзор будет желтой ручкой сейчас полосатик кто он такой фирма яки это вы уже знаете диаметр узла 22 миллиметра высота узла 55 миллиметров высота ручки 52 миллиметра ручка ребята достаточно удобная под хороший хват хоть так возьмете хоть так возьмете я вообще люблю такие ручки но расцветка смотрите какая прикольная ну как триколор нам всем известный прикольный такой интересный выбрал компании блин по-русски разучился говорить фасончик такой расцветка дизайн интересный выбран вот это вся братья здесь лежит дабы сравнить а шо на себя представляет взял этот потому что они по цене примерно одинаковые 9 долларов и где-то 7 евро но убрать его вынужден не в обиду омеге потому что разного поля ягоды ребята здесь ярко выжженный хребет мягкость не такая как здесь здесь она покруче будет поэтому омегу я просто уберу остаются вот эти ребята это fine epsilon и вилонг если вы не увидели 25 долларов если память не изменяет 42 или наоборот если этот 42 тогда это 38 37 а если этот 42 тогда вот как то вот так вот с этими со всеми сравнивал получается самый мягкий и всех это все же вот fine и он хорошо вам рассказываю давайте я лучше все это видео покажу вот с этими помазками самая правомощная наверно было бы сравнить если не опираться на стоимость опираться на размеры вот с ними видео и сравним автошей вам у нас сегодня будет бальзам после бритья с витамином f любезно предоставлены каналом home like weeping потому что он пошел и не пожалел там сколько 70 80 рублей и купил это где же ты это купил то парфюм лидере по-моему да вместе с ребятами там вот сегодня попробуем что это у нас вас фабрика свобода на эту тему тоже еще изобразила крышка простая удобное отверстие бамбуковая тут прям ну я не знаю ну с 300 с 400 пролетит со свистом и даже не чирикнет так что нужно будет аккуратно нажимать может слишком много вылиться за всю эту линейку я слышал только хорошее по уходу составляющим некоторые из них хромают по запаховым типа как вот крем но тем не менее этого еще не было и мы его сегодня проверим парни блин забыл про одеколон номера сегодня будет дольче габбана спорт любезно предоставленный павлом усовым которую все время пытаюсь называть анатолием паш прости ты меня за христа ради потому что у меня на имена всегда как-то знаешь так грустно было на тебе как-то особенно сильно оторвался тому же раза три или четыре анатолием обозвал хотя ты павел есть павел теперь я себе сделал зарубку крестик на лбу нарисовал сейчас видео увидишь и никогда больше не перепутаю ну а дольче габбана вот вот так вот он выглядит вот такой пробочкой таким дозатором и в конце видео побрызгаемся я уже брызгался и любимая уже заценила об этом расскажу видео конце все хлопцы пошли бриться витос зеленый от алексея рогового блин ребята пахнет самая настоящая вкусная итальянская марета вот прям и вишенка и косточка вот без всякого перебора вот именно вот лялечка вот так вот хочется я понимаю что нельзя но хочется прям хотя почему нельзя если хочется пузыри потом пускай ах как же хорошо пахнет вы у лёхи на странице в контакте были блин там на фотографии вас встретит парочка неразлучников он там с любимой сфотографировался я когда их на фотографии увидел себя в них узнал мы что-то с лариской тоже так нас неразлучниками обзывает ходим дружка дружке тогда ручку держим а чё нормально ну а чё это же счастье парнях счастье когда есть кого за руку держать и очень плохо когда некого да вы сами все знаете что я вам рассказываю так ладно мыло мыло давайте сейчас начале морду лица подготовим как ребята были имя забыл извини пожалуйста не успел в контактах найти спасибо тебе огромное вот тот неизвестный вот спасибо тебе за то что подсказал сейчас будем пробовать интересно самому как это получится но для начала сейчас я переставлю камеру и чтобы сразу же вам показать как будет работать мыло чашка у меня греется просто намочу мыло даже наверно вот так вот сделали чтоб уже не выделываться упс когда мы лица я бы не сказал что она как-то знаете по особому пахнет приятно мыльно пузырное вот так вот я думаю хорошо будет там уже за одним вы сможете увидеть полотенце которые на компрессу мне греется в теплой воде второе приготовил потому что умная маша я уже прочел бритву в опаску когда бреешься лучше не промывать а просто вытирать от вафельное полотенце самый самый то вариант для всего этого так вот такая вот она где-то подготовленная ну и что ну и все вытаскиваем нашего красавца берем нашу теплую чашу выливаем так нас таким кусманом я даже не знаю как по-хорошему его наверно надо было настрогать да в чашку куда-то но на обзор уже поздно буду делать так мыло чуть-чуть намочил помазок намочил ну воду аккумулирует аккумулирует не то чтобы супер чаш у нас есть ребята которые воду то получше собирают но вполне себе неплохо посмотрите какая красота хочу мы ерундой занимаемся мы же вот так можем сделать да и тогда мы ничего не потеряем вот так вот пока неплохо так ну что то тут уже есть я думаю этого чего то будет вполне достаточно чтобы нам сбить с вами пену так мыло убираем ну и продолжим работать в самой чаше не так уж и много все что есть помазки сейчас будем конвертировать феном так ручка удобная держать удобно не обременительно ну все похоже мы уже хорошую консультенцию надолбали вот так капелек десять разбавим сейчас будем работать на объем да 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 ну как-то уже вроде похоже на правду да смотрите пускай объема не так уж и много тем не менее вот смотрите хорошо хорошо все больше не будем мучить и пошли наверх бриться я вам так скажу вот то что нам или вот этим глицериновым я чувствую сейчас как вот это подсыхает и как-то так чуть-чуть стягивает слегонца давайте все это намочим ну по пеногенерации то мыло то смотрите просто с рук нанес то ли я много нанес то ли оно само по себе вот такой дурниной пенится посмотрите так и прет так и прет ну все поехали маленький гномик небольшой небольшой но достаточно плотный хребет есть но ровно настолько чтобы обеспечивать работу блин ну это просто сразу чувствуется парни вот и поперло давайте еще маленечко поработаю в конце уже о нем поговорим парни не знаю на чего валить то ли на пришив то ли на витас но смотрите чё прям вообще хорошо так даже чуть-чуть маленечко водички добавим первый раз когда пену наношу стараюсь в пределах минуты работать не для того чтобы нанести пену а для того чтобы каждый волосок понял что все кирдык сейчас придет что-то и скосит чтобы до каждого дошло чтобы это размассировать чтобы по мазочкам поработать и блин про компресса забыл ну ладно чё не ну чё ладно так будем по фэн-шую делать вот прямо сейчас на мыло компресса наложу хоть это не по фэн-шую полотенце отлипать не хочется говорю же мандражирую хотя двумя страна почему не по фэн-шую это просто дабл фэн-шую получился пришейв по мазочкам поработали потом компресс и сейчас опять поработаем а морда лица то погрелась то есть тепло то все равно получила волосы от парень до дабл фэн-шую ну маленечко это я так выкрутился из положения офигеть то что надо так салфетка мюлевская разделенная пополам приготовил сейчас об нее буду снимать щетину если успею если будет чего ну и наша лезвия вот такая вот красота предварительно мочить ее не буду сразу в бой я знаю что некоторые апологеты этого искусства бреются на раз в один проход то есть сразу против шерсти идут я еще не такой продвинутый чел я пока лишь всего что знаю это во первых когда будешь бриться нужно будет оттягивать кожу чтобы волосе поднимались и ты и скашивал держать лезвие как тебе удобно там ли два пальца или вот здесь вот или как-то вот найди свое удобное положение держать лезвие пределы где-то 30 градусов по отношению к лицу ни в коем случае не плашмя если кто-то на ворта она залетела оттуда информацию черпанул общество психором кричат фи что у нас в россии что за рубежом все говорят в районе 30 градусов не плашмя нет рука рука движется короткими стежками и в идеале в идеале если вы умудритесь еще делать вот такие вот секательные движения я очень хочу научиться так делать то получится ли не знаю я знаю что так надо но вот как получится мы сейчас с вами увидим ничего не забыл мне вроде все нормально ну поехали а еще одна штука если вдруг по каким-либо причинам у вас скользят руки и заходите на тот участок который с мылом возьмите камешек вот так чуть-чуть руку потрите и у вас все сразу пропадет все как-то вот так пока что-то это ребят может быть я мало на ремешке прошел но что-то пока мне как-то кажется что не шибко остро а может быть я ошибки какие-то допускаю допускаю что-то Субтитры сделал DimaTorzok Далее Может пена сильно сухая? Так, сейчас мы ее размочим Ну, я вам скажу, а полотенце вытирать-то оно вогнутое Ты вытираешь, а в серединке пена остается, может так и надо, я не знаю Субтитры сделал DimaTorzok Похоже, я сильно густую пену сделал Что-то это залипает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, давайте знаете что, я сейчас попробую еще разочек по ремню пройтись Прошел 30 раз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Диск obligалотко Диск R yes Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Парни, но я не могу провести, оно цепляется. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Я закрыл. Сейчас же взяли вот это вот, здесь новое лезвие Feather. Наноса идет. Вот. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну-ка еще разочек. Дорое. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот так вот, ребята. Дайте мне 6 секунд. Дайте мне 6 секунд. Сейчас я вот это все смою и заключительное слово. Немного расстроился, ребята. Не показал вам помазок. С помазком все нормально. То пену насобирал, то его кучу. И пена, кстати, хорошая. Смотрите какие усы. Все нормально, все хорошо. Ну вы знаете, вот во всем том, что сегодня произошло, процентов на 90. Я считаю, что это мой косяк. Мои кривые руки. Потому что там, где удалось нормально пройти по ровной поверхности. Плоскости. Качество дельфина хорошее. А вот радиусы. Радиусы, да. Радиусы пострадали. Я не готов сейчас судить. Опасная бритва перепутала бритвы. Заточила одну прислала другую. Или что-то другое. Я не знаю. Но факт остается фактом, что опасной бритвой побриться можно хорошо. А. Нужен хороший инструмент. Б. Он должен быть острым. И С. Ваши руки должны быть прямые. Они такие, как у меня. Так что, вот как-то так. Ну да, в парочке мест тут маленечко разнес. Ну, как видите, камешек даже не понадобился. Но я все равно так маленечко слегонца пробегу. Ох ты, щиплется. В принципе, в любом деле кривых рук никто не запрещал и не отменял. То есть, с кривыми руками один результат. С прямыми другой. Я запомнил комментарий человека, который, наверное, где-то, тоже сколько, месяца три назад оставил сообщение под видео. Там, скорее всего, вот эта вот и была шаветочка. Говорит, я уже год опаской бреюсь. И то, говорит, еще не чувствую, что научился. Год, ребят, год. А что вы хотите? Тут вышел, тут он с первого раза. Ха-ха-ха. О, бритва не та. Фиг его знает. Я не могу судить, не могу сказать с определенной степенью вероятности. Я думаю, что в большей степени тут виноваты мои руки кривые. В любом случае, это не отменяет того мероприятия, которое опасная бритва РФ сегодня на своей странице в контактах затеяла. И победитель всего мероприятия получит вот такой инструмент от ДОВА. Ну и автошлейф. Автошлейф. Бальзам после бритья F. Так. Помню о том, что наша кожа влажная. Много давить не буду. Ммм, как же он пахнет, ребята. Хороший запах в ванной комнаты. Где перемешались стиральные порошки, шампуни, мыло. Вот знаете, вот всякие вот такие штуки. О, как же он мне приятен. Очень, очень люблю такой запах. И запах свежести, цветочной свежести, но не ярко выраженный. Такой, знаете, который как хризантем, аж бьет по ноздрям. Нет. А просто что-то вот такое яркое, прям приятное. Офигеть. Ребята, must have. Вот именно бальзам после бритья с витамином F. Вот бальзам вот такой вот бутылочки. Ребята, вещь. Однозначно вещь. Уже наполовину впитался, я его практически не ощущаю. Щипания никакого не было. На руках. На руках я тоже не думаю, что будет оставаться. Но в любом случае, когда я буду уже рендерить это видео, а несмотря на провал, оно все-таки выйдет. Потому что мы с вами условились, друг другу не врем. Поэтому выйдет, выйдет. Несмотря на то, что я сегодня облажался. Может быть, кому-то это наперед будет уроком, что кто-то хотел опаску. Вот подумает, а надо ли. Ребята, если у вас нет хорошего качественного инструмента и внутри сомнения, лучше не пробуйте. А если есть хороший качественный инструмент, но сомнения внутри есть, тоже не пробуйте. Пробуйте тогда, когда у вас и инструмент, и сомнений нет. Видать, я до конца себе вот это вот еще как-то так, знаете, вот цикотно вот это не изжил. И, может быть, из-за этого вот еще вот и поэтому это сегодня случилось. Опасная бритвочка от опасной бритвы РФ. Ребята, инструмент понравился. Понравился, как упакован, понравился, как выглядит, понравился, как сделан. Не понравился, как работает. Но мы уже это обсудили. Тут прямых рук никто не запрещал. Они должны быть. Жалко, что я все свои камешки уже ликвидировал. И бельгийский сланец, и японцев. Всех уже порасфигачил. Возможно... Да нет, я бы не сунулся, нет. На качественный, хороший инструмент с кривыми руками. Нет, нет, не то. Я очень сожалею, что в городе Омске нет человека, который посмотрел бы и сказал, Вадим, да блин, это острое, у тебя руки кривые. Или наоборот, Вадим, да она тупая. То есть вот нет такого человека. А сам я, к сожалению, таких вот решений принять не могу. Силу своей некомпетентности. Так что это вот я все оставлю. Конечно же, с работниками опасной бритвы РФ я спешусь уже сегодня. Расскажу все это до выхода видео. И послушаю, что они скажут. Перепроверят и скажут, может быть, действительно не ту бритву прислали. Но работник, с которым я говорил, который сказал, что вот Вадим к тебе едет бритва, он сказал, что твоя бритва прошла за точку. То есть вот тут как бы у меня сейчас две информации. Вот то, что сейчас произошло и то, что вот работник сказал. Поэтому далеко забегать не буду сейчас. Одеколончик. Одеколончик. Сейчас прыгаемся. Он легкий. Он прикольный. Если я скажу на любителя, это как бы будет подразумевать, что там какой-то не такой запах. Нет, ребята, запах нормальный, запах хороший, запах мужской. Я знаю, что он очень многим нравится. Мне он понравился тоже. То, что я сейчас сказал, только потому, что любимая, когда его почувствовала, ну, одеколон. Знаете, как-то так, без особого энтузиазма. Ну, одеколон. Мыло Дорадо. Giffencare пришейв. Ребята, бомба. Бомба. И я его никому не отдам. Буду пользоваться им сам. И буду использовать именно так, как вот пацаны насоветовали в качестве пришейва. Потому что, ну, реально работает. Реально просто классно. Мне понравилось. И кожу подготавливает. Хотя, как я это мог оценить сегодня? Возюкался там, что-то делал. Но, тем не менее, я чувствовал, что эта работа есть. Мыло Витас в зеленой упаковке. От Алексея Рогового. Ребята. Эта вещь. Понравилось во всем мыле. Все. Понравилось пенообразование. Понравилось, как эта пена держится. Понравилось, как лежит на лице. К сожалению, в должной степени я не смог оценить, как инструмент движется. Но в тех редких случаях, когда на ровной поверхности у меня все-таки нормально это пробегало. Мне это нравилось. Я таки подозреваю, что эта категория целая, то и стоить будет недорого. Ребята, я вам одно скажу. Если в вашем хозяйстве появится вот такой кусочек, вы не будете жалеть точно. Не поленитесь. Загляните к Лехе в контакты. И, блин, вещь. Однозначно вещь. Если бы у меня в хозяйстве был такой, я был бы счастлив, потому что мыло-то хорошее. Понравилось больше, чем целое. Понимаю, что все это имховое, но тем не менее целое мне понравилось полностью по всем своим параметрам, за исключением запаха. Запах, он такой интересный у нее, что он всех мужиков тропит на две части. Две части хором кричат, да вы ни хрена не понимаете. Это О! А другие, да ёбросы ты, да он мне не заходит. То есть вот, судя по всему, я попал в вторую категорию. Я его могу терпеть, но удовольствия я от него не получаю точно. От этого же я получаю удовольствие, ребята. Это хороший, хороший запах у хорошего мыла. Вещь, однозначно вещь. Так, у нас там еще батарейка не села. Не, не села. Помазки. Ребят, единственные помазки по размерам, не по цене, а по размерам. Я вам их уже показывал на крупном плане, с которыми я могу сравнить вот этого полосатика от Яки. Это вот эта шайка-лейка. По размерам, да, схожи. Но они разнятся. Разнятся по своему качеству. Если, допустим, говорить за мягкость. Вот эта вот мягкость. Файн не переплюнул вот из этих никто. Файн самый мягкий, вот здесь, знаете, самый нежный. Эпсилон. Эпсилон. Эпсилон, пожалуй, рядом. А вот если говорить за Вилонг, Вилонг-то пожестче будет. Он чуть-чуть колется. После Файна, после Файна, полосатик на втором месте. Дальше. У всех этих помазков, Эпсилон, Вилонг, полосатик и Файн, скажем так, Файн сюда не входит. Убираем. У всех этих вот троих есть стержень. У Файна его, ну, он мелковыраженный. Он тоже есть. Да, давайте в эту группу включим. Но он-то что есть, что нет. Такой, знаете, для обозначения. Это не мешает ему в работе. Все нормально, все хорошо. Но, когда вы начинаете работать, вот смотрите. Я Файн могу до ручки додавить. И этот могу додавить. Но этот больше упирается. В раскоряку вот этим работать гораздо, гораздо удобнее, гораздо интереснее. И он свой стержень, точно так же, как и нормальные все помазки, вовремя убирает и не выпячивает на показ. Он стержнем пользуется только для того, чтобы формировать голову в работе. Он его не показывает. И вот это все. Ребята, помните, что я сказал в начале бритья? Бриться им чрезвычайно удобно. Ручка удобная, держится хорошо. Узел не сопля. Узел вполне себе нормальный. Каждый день им махать, не перемахать. У этих ребят стержень. И они свой характер при каждом удобном случае показывают. По факту. Отличный зачетный помазок. Если вы такой возьмете, не пожалеете точно. Но, вначале вам нужно будет разобраться с самим собой. Потому что яйки, они достаточно такие хитрые ребята. Они вот этот помазок диаметром 22 миллиметра продают за 9 долларов. А точно такой же. С такой же ручкой. И с такого цвета махнотушкой. За 10 баксов они вам предлагают 24 миллиметра. И вот тут-то соблан весь и вытекает. Я посмотрел на сайте. Абсолютное большинство повелись на 24 миллиметра. Там что-то 37 человек его купили или заказали. И похвалили. Я его что-то не посмотрел. И только 7 человек остановились на 22 миллиметрах. Ребята, смотрите по себе. Лично мне 24 конечно тоже бы больше понравилось. Потому что я люблю чуть побольше. Но если кто-то думает за маленькие ребята. Однозначно. Однозначно. Почему я убрал сразу же Омегу. Это другое. Это другое. Он с этими со всеми не может конкурировать. Не по мягкости. Хотя по мягкости он наверное с Вилонгом. Вот этих вот наверший. Но у него он сам весь хребет. И у него нет группы поддержки. А у этих хребет посередине группа поддержка вот сюда выведена. И качество фибры конечно же здесь несколько погрубее чем здесь. А так то по сути они в одной ценовой категории. То есть ну 7 евро 9 долларов. То есть вот. Из этих двоих если выбирать. Любите пожестче. Думайте за этот. Любите поделикатней. Любите красиво оформленный. И тем не менее хороший в работе помазок. То конечно же да. Можно остановиться на этом. В завершении хочу сказать что. Компания Яки блин уже третьим помазком радует. И я таки подозреваю что. Ребята за качество то озабачиваются всерьез. То есть трех помазка подряд. Я далек от того что они мне что то там специально выбирали. Наоборот пацаны даже в комментариях писали что. О чего они тебе там самые ходовые не прислали. Не знаю. Может быть из за этого. Может быть еще что то. Но вот они сейчас прислали сообщение. Что выслали еще два помазка. Что за два помазка я так там и не понял. То ли форари какой то то ли его. Фиг его знает. Ну придут посмотрим. Но этот. Этот однозначно хороший. Однозначно прошел испытание. Ну вот пожалуй что и все. В завершении мне немного грустно. Грустно из-за того что не получилось побриться опаской. Как я на то рассчитывал. Я то думал там жах жах жах. Я там фитосов насмолился. Где пацаны все это делают легко и просто. Некоторые сразу против шерсти. А у меня не получилось. Пока сам себе не объясню почему. Ну на этом ребята разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя. Берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. И не забывайте заглянуть к опасной бритве РФВК. На их шабанту или что у них там будет. Пока пока. До новых встреч. С вами был я Вадим.